В конце 50-х годов конструкторское бюро Микояна Игуревича в спорах и экспериментах решает для себя вопрос о том, как должен выглядеть легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель. Узкий фюзеляж, ракетное вооружение, треугольное крыло. Но отработанная за предыдущие десятилетия стреловидная тематика получила необычное продолжение. На базе машин серии Е-2 были построены экспериментальные перехватчики Е-50 жидкостными ускорителями. Первый экземпляр пятидесятки разрушился при посадке после выполнения 18-го полета. Обошлось без жертв. Следующая машина была более удачливой. Испытатель Валентин Петрович Васин достиг на ней скорости 2470 км в час и высоты 25 км 600 метров. Все шло к тому, что машина поступит на вооружение. Но ракетный двигатель вновь показал свой коварный характер. В одном из полетов на большой высоте прогорает вертикальное оперение. И при попытке катапультироваться погибает летчик Николай Аркадьевич Коровин. Хотя ВВС заказали постройку 20 серийных изделий Е-50А, тема вскоре была закрыта. Зенитно-ракетные комплексы в те годы полностью вытеснили перехватчики с больших высот.